ну как правило на таких мелких реках найти какой-то руслый практически невозможно ну либо она уходит вот здесь вот короче подъем на поплавок ловить поэтому мы сейчас найдем просто на дне какую-то аномалию там переход с илла там короче посмотрим что будет просто будем искать аномалию так главное на тот берег не кинуть почти чуть не кинул даже не посчитал он сразу по то есть река она не широкой метров 50 ширину наверно вот она вся в таком вот камушки но есть он где-то крупный где-то мелкий о прям хорошо так пролетел по его вам чтобы это было не поднает под ногами болят и глубины нету нет нам от не подходит друзья тут вообще метр глубины значит поэтому сейчас забросим и просто на дне найдем максимально маленький к мы камень еще дальше так закрепсуем просто вот и псуюсь и от этой дистанции будем плясать плюс-минус 101 блян мне не нравится прям какой-нибудь такой сильный вот какие вот они пошли прослойки мне кажется что это опять под ногами уже то здесь выход в тот мне еще чуть подальше 1 метр глубины метр мало друзья чуть дальше падает на 102 чуть еще дальше падает на 102 на чуть дальше на 102 с половиной падает давайте попробуем 101 по вот почти 103 вот она она вот это вот ну и там вот мелкий да вот вот и я уперся да ну давайте попробуем так ну да вот она дробастер какой-то с той стороны поглубже 101 102 здесь попробуйте здесь прямо чувствуется как будто подъем в принципе даже на такой реке можно что-то найти 101 102 ну то же самое да и только да вот вот мы на это останемся дистанция еще раз клипсуем ту ветер тоже глубина у нас тоже самое получается что это так только мы встали вот прям перед подъемом сейчас он четко чувствует вот этот переход с двух метров на метр а под него надо и встать нам вот он прям вот еще провод по метрику мы сейчас дадим 101 102 вот он уже на него залезли вот так сделал прям буквально полтора метра и все и уже место два с половиной падает на полтора вот полтора метра друзья и вот она так давайте тогда еще дадим чтобы кормушка у нас падала нормально так как грузик 80 грамма ловить мы будем 50 грамм где-то я думаю 60 даже не надо будет судя потому что прокрут течение вообще нет я даже мы думаю 40 будем ловить смысла нету все нормально но есть какое-то да и вот он прям чувствует вот эти вот прям подъем только в него упираешься и дальше он прям начинает скользить все отлично отлично долго но отлично глубина в среднем полтора максимум два метра но в данном участке реки и я хочу сегодня попробовать тактику максимального пыления бурления и всего остального поэтому один пакет у меня будет черная плотва второй пакет у меня будет обычная премиум плотва и третий пакет будет карт натурал что дело здесь карт натурал активность лифтинг пыление частицы уплывающей будут давать плотва а муть так и нам необходимым будет давать нам карп натурал то есть делаем такую максимально такое прям активную откину блял знаете единство что я боюсь гласку кричит но вроде мелочь не играет по поверхности поэтому будем надеяться что поклейка нам не помешает единство что я вот затемню того шкарп натурал очень очень яркий и так как у нас только одна черная прикормка 2 коричневая все-таки немножечко краски там пару чайных ложечек можно добавить мед как раз остатки оставались вода из водоема температуру воды в районе там 8 10 градусов так как три килограмма я на первоначальном этапе добавлю он грамм 600 вот так как мы видим прикормочка темненькая кстати вот от 600 грамм уже лепится на самом деле нам надо подождать буквально минут 10 и добавить где-то еще в районе я думаю 500-600 грамм чтобы прикормка была той консистенции которая нам нужно все оставляем набухать ее вот буквально там минут 10 я думаю что сегодня это будет перспективное действие но максимальная глубина два с половиной метра мы как раз вот встали на подъеме где-то вот с 2 и 3 и потом начинается вот прям планы плавный такой подъем вот перед ним мы встали даже при таком незначительном подъеме лещ как истинный такой поисковик все-таки должен ходить вдоль бровочки посмотрим первый заброс делаем насадил 3 мотыля и одного опарыша посмотрим сомневаюсь что что-то будет то же времени прошло еще мало рыбе тоже надо собраться вот открыл кукурузку сахарную но этикетку не будут показывать чтоб не реклама попробуем подрезать кукурузку опарыш соответственно у нас будет но и кукурузку будем подрезать посмотрим уж карпик приплывет надо было стать червя взять я у чего-то вот мог бы конечно карасик мне кажется это тоже проклеился ну ладно кто-то дергай об на что ж первый заброс и 1 рыбка давайте посмотрим что там не что-то вообще мелко ой и я ее это нам не нать это хозяин ну это хорошо где йорш там лечь другой стороны конечно оптимизм это не добавляет первую рыбу я ожидал другую увидеть это беда отпускаем его в родную стихию у него вообще он смотрите икра он гад у него и кроме то он блин это так давайте попробуем опарыша насадить штучки 3 ну ладно первый заброс рыба это значит рыба здесь есть это хорошо не совсем та которая рассчитываем но мы сейчас кукурузки нарежем там но нормально я думаю кого-нибудь мы сегодня вы сидим он бубенцы звенят значит рыбка есть но пока я больше скажу о то есть он из-за чего это я думал течку дали а там просто трава повисла кто-то почти лещ друзья кажется кукурузка дает свое превосходство над лещом но не на насадке именно а резаная в кормушку берем баночку кукурузки режем ее даже так живой компонент не работают как кукурузка этот попасть это нас к чести это не работает не всегда и не везде но если это работает то рыбка приплывает и прям с огромным удовольствием начинает от кушать забиваем ее также пробочкой под кукурузку у нас берем раз небольшую часть пробочкой вот у меня видно что почти видно в общем пробочка кукурузка там забита внутри резаная почему резаная потому что рыбу нам кормить не надо нам надо ее привлекать кукурузка с этим прекрасно справляется резаная ну что ж друзья прошло минут десять не вру 15 после закорма и вот это уже наверное рыбка вторая или третья какая активная густерочка суху а какой размер такой густерки любой лещ позавидует посварить такую буду засолить у шикардос шикардосина если вы понимаете о чем я насадочка 3 опарыша опарыша у меня мелкий поэтому приходится выбирать и тратить на это время был бы покрупнее конечно было бы это все побыстрее алле у меня эти зайчики пом перед глазами до завтра будут стоять давай в эту сторону от у меня зайчики что он не сопротивлялся на леща на кукурузу слушай ну это фильм будет полный фарш если я еще к кукурузу бутылает но уже крупнее зато видал о ну что ж друзья в принципе рыбка то стало и приносит нам очередную какую-то хорошую поклевку до этого был обрыв поводка прямо поклевки а сейчас вот кого-то мы выводим подниматься не хочет совсем то это лещ или карась или карп не карба уже давно оторвал бы смотри вообще не поднимается ну лещ так себя не ведет мне кажется но сейчас весна в принципе рыба себя ведет и вообще не не просто не поднимается кто там вырезу не лещ что-то какой-то 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 строптивый лещ о прикормочку кушает какая вкусная прикормочка наверно но я ее пробовать не буду есть друзья очередная рыбка и пока я ее вываживаю пришло время рассказать о снастях сегодня я выбрал так как речка не широкая течение практически нету ловлю на 50 грамм кормушку я взял удилища максимально легенькая 33 с тестом 40 грамм 40 плюс поэтому ухты ухты поэтому 50 грамм я и могу использовать катушка здесь стоит отечественного производителя 5000 размера то есть этот не японский 5000 размера ну так скажем отечественного производителя шнур здесь намотан 012 зуб мульти колор мне очень понравился в принципе ну расцветка не имеет значения именно то что вот четырех жилье он это мне понравилось монтаж по классический скользящий отводик небольшой 5 сантиметров стоит потом фидер гамм на пару сантиметров ниже кормушки это самое правильное поводок 80 сантиметров леска тим дунаев 009 ну и крючок я еще пока подбираю на данный момент у меня крючок стоит 101 16 лишь такой достаточно крупный крючок ну и рыбка в принципе как вы видите не маленькая клюет поэтому можно не мельчить подачу я делаю немножко мелкого мотылика резаная кукурузка давал сначала резаного опарыша но была мелкая рыба начал давать резаную кукурузку вот она у меня в баночке я и порционально сюда добавляю себя закормил порционально добавляю и пробочками отправляю в воду также присутствует немножко мелкого мотыля но мелкий мотыль даю прям вот в каждую кормушечку также пробочкой получается забивать то есть у меня в середине резаная кукурузка немножко мелкого мотылька но буквально вот на ноготочки я даю и все это забивается кормом вот в таком виде пока что у нас происходит рыбалка есть конечно нюансы надо подобрать крючочек может быть чтобы чуть поэффективнее все колну в принципе пока проблем с реализации нету был один обрыв ну и все остальная рыба в принципе которая вся нормального размера она была засечена мелочь конечно которая дергает под нее же и другие крючки надо в данный момент я считаю что снасть максимально гармоничная по ту рыбу которая у нас клюет кстати хочу вам рассказать как вы видите я сижу очень высоко и вот по такие условия как раз нам нужны вот такие вот ручки но не обязательно спортивного класса как у меня чтобы она была вот прям ровная под нагрузкой то чем отличает спортивная ручка от не спортивной спортивная она всегда вот ровно чем жестче ручка тем эффективнее работать но с тем же она и довольно таки хрупкая тоже невозможно сделать и жесткую ручку и чтобы она была максимально легкая и не хрупкая то здесь с такими ручками надо максимально аккуратно обращаться также здесь у меня стоит стандартная дунаевская голова размер честно не скажу но она стандартная то есть продается во всех магазинах я вам рассказываю на вершинку да один глаз камеру другой на вершинку то есть вот такая голова нам позволяет работать как с очень мелкой рыбой ну это понятно да так и с любыми крупными экземплярами даже карпа я думаю там килограмм до 5 можно спокойно в эту голову принимать и как вы видите размеров 4 метра во первых я удержу на руке на одной чем это как раз вот спортивные ручки отличаются от не спортивно ну и плюсом они отсидит кто-то но это кто-то мелкий поэтому они посмотри сошелся не все-таки отвлекся я тоже спортивные ручки они во первых легкие во вторых позволяют нам работать максимально эффективно с любой рыбой меня прям азарт вы слышите этот замечательный звук бубенчиков люди здесь ловят на бубенчики на донки на поплавки то есть речка живет весна радует всех не только нас но и обычных любителей как поплавочной так и донной ловли с вами был виталий колганов до новых встреч на дунаев медиа очередной братишка как вы видите 101 16 великолепно впивается в губу он даже вот пробил насквозь губу лещику такому хору хорошая губа прям мясистая пока что рулит 2-3 опарыша прям вот разруливает если насаживаешь мотыля прям мелочь клюет а вот на опарыша ждешь чуть чуть подольше но проклевывается прям хорошие пацаны братишки можно сказать алеша короче чем крупнее лечь тем больше у него названий он же лечь он же алеша он же братишка по реке плывет бревно откуда и куда не узнаем никогда забагрил столь просто на месте стоит кто-то у нас друзья мои прям конкретно даже не плывет попробуем его конечно поднять но сомневаюсь вас поводок 009 не знаю кто клюнул но рыб прям крайне неохотно воспользуемся хоть раз тут даже можно помолчать чтобы не пугать рыбку сосредоточиться адреналин пошел по крови ручки начинают трястись шучу конечно не трястись начинает но такое какое-то глючи творит глючи творит саша рыбка-то небольшая хочу такой-то я походу подбагрил что ли вернее она сама себя подбагрил видите какой классный 101 крючок друзья что рыбка просто ну-ка давай 009 выдержит я боюсь у палка не выйдет слишком крупный рыб полки локаешь так поднимать это жестко ну да чё-то я не рассчитал слишком крупный ветер 101 просто всекает нифига сего впился а я думал там уже чё-то пацан какой-то а там так багрионыш но все равно хоть какие-то новые ощущения попробуем сейчас на пучок мотыля потому что на опарыша чё-то уже не хочет он подбагрится подбагрился то что они стоят в точке а кушать он не хочет значит нам надо поменять насадочку можно даже кукурузку попробовать потому что кукурузкой кормил поэтому кукурузку можно и насадить я думаю если вот он приплыл на кукурузу кукурузу он должен есть просто я думаю еще дольше придется ждать чем на опарыша на мотельку вот сразу дергать но на мотелька дергать какая-то мелочь мотылька вообще как-то не в кайф насаживать потому что до поклевки она прямо сразу какие-то подергунчики какие-то контакты но мелочь и вероятность того что вообще насадка дойдет в целости до 1 очень низкая хотя к чести сказать пока что тфу 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 клейки нету но здесь под берегом какая-то мелочь уже плещется главное чтоб там ее не пришло а то там можно собираться и просто ехать домой она не даст ловить наш чё бы ты не насаживал это будет сразу съедено кто-то там что-то пытается но это да это что-то что-то мелкое которое видимо даже в рот я не влазит сейчас она обдерет это и тогда может быть засечется тык 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 на мы сейчас к выберем вот кукурузинку сейчас кукурузинку насадим вытащим уже не вынать они сел как и говорил что-то не крупная вот это на мотыль клюет поэтому такая рыбка нам не интересно но я кажется для объема в садок положим и насадим кукурузинку и закроем ее одним опарышем красненьким для контраста сегодня остается один вопрос поймаю я кого-нибудь типа карасика или карпика может кто-нибудь приплывет все-таки не просто так же кукурузу-то резал не на леща охота чего-то дикоенького после зимы карасика к примеру карпика честно сказать они тут есть но вот получится ли нам его привлечь и другой вопрос достать у карасика еще может достать а вот карпика на 009 такое себе да иди к папе брат 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 там братишка ротан вот это крючок хороший в общем победил я друзья сходы поставив сто первый двенадцатый конский можно сказать карповой у меня еще 10 есть но это если уже на 12 начнет сходить будем ставить 10 ну зато все засечка только понюхал иди сразу все папе но правда вот на размер крючка рыбы не реагирует пытался 01 привязать на 01 уже все горит мнение не братом как он это чувствует я не понимаю как путь почему вот 009 работы ну не боится 01 уже все иди горит это туда-сюда солнце печет так шума то ли даже под газу под сгорает хранить как летом какие поклевки зачет дерг отпустила горит не хочу больше дергать а то статья сопротивляется вроде хотя не сдался друзья кого-то я зацепил на супер крючок 101 двенадцатого номера не знаю сейчас посмотрим может конечно под багаж опять быть нового поклевка вроде четкая была но он прям что-то сам плывет куда хочет не знаю получится его поднять не получится вроде он уже подберегал тот какой-то псих карач что ли да как так поклёвка было блин была четкая поклёвка друзья мать наклюнул плавником прям конкретно офигеть крякин да это не кракен это крякин стопудово друзья вот знаете у нас передать сейчас получается из того разряда когда ты сделал изначально все правильно доработал чуть-чуть нюансы но виде подбора крючка и все и ты просто сидишь и ловишь я к чему это говорю потому что то против меня мужчина его почему-то видимо не учится даже наглядный пример человек который сидит на перед ним тоже я кидаю практически ну метров 15 от него а он и очередь для чего-то кидает ко мне когда элементарный пример даже не знаю даже на крокодил это можно проверить то что но глубину побросал там кормушку тебя падает там на разные счеты где больше падать значит там лучше и там надо ловить особенно весной ну опять же это мы делаем учет если глубина у нас до четырех метров то естественно рыба будет все-таки держаться вот на глубине 3 если у нас глубина грубо говоря там три два с половиной три то рыба может везде держаться но естественно кроме глубины метра потому что на метре в такую яркую солнечную погоду ей будет некомфортно она будет бояться все остальное как бы ну по классике насадил забросил достал насадил забросил достал как бы когда сделано все правильно то и лещи ведут себе правильно за как лёха говорит как воспитаешь так и половишь по факту честно говоря тут можно конечно сидеть умничать там не знаю что-то придумать рассказать какую-нибудь вам супер теорию там не знаю как возрождалась земля и почему именно сегодня именно вот так вот лечь хорошо клюет на самом деле все просто выполняем простейшие правила и просто сидим наслаждаемся ну не знаю сейчас в данный момент просто уже происходит изъем рыбы из воды вот немножко у нас кукурузки резаной немножко мелкого мотыля но он здесь распушеный и все сейчас единственное что правда стала клевать на мотыляне на опарыша на мотыля вот и все то есть какие факторы играют правильная дистанция более-менее правильная прикормка подобрать крючок когда рыба приходит подобрать насадку все сидим наслаждаемся ловим рыбу отдыхаем можно загорать ну правда ветерок холодный поэтому я не буду загорать но рыбку пожалуйста вот опять поклевку сразу же с тем учетом что мужчина напротив меня там у него три или четыре палки я поймал там вельт и рыб одну из которых кинув ко мне в . даже все этим все сказано опять поклевка поклевки кстати вот что мне нравится они разные ты можешь сидеть он может так вот тык 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 и все а были до этого серия поклевок просто у тебя зато кусает тык тык и панкову когда просто кончику раз все отыграл то есть кормушка 50 грамм улетает с точки все то что он взял и попал по своим делам ему пофигу пока не затеявливая рыбалочка весенняя очередной лапыри грамм 500 600 не поменьше грамм 400 причем ну кто держал эти крючки в руках тоже 12 крючок это уже прям довольно таки большой а десятку если взять в руку то уже сопоставим наверно с карповым крючком рыбу это нисколько не смущает но насадка 56 мотелей почему так много потому что присутствует еще мелочь которая перехватывает в толще это не уклейка но просто какая там густера можешь подлещик и до дна просто насаживаю 56 чтобы до дна более-менее доходило хотя бы там парочку мотылей целых на которых уже будет реагировать непосредственно наш рыбка за которым мы охотимся вот и все кстати рыбы не боится 50 грамм кормушка 2 метра глубины пофигу ей если все нравится прикормка нравится насадка нравится то поклевку не заставляет себя ожидать о опа моего соседа напротив клюнуло причем кстати клюет вот в основная рыба у него поймана к на удочку которую кидает вдоль берега ну грубо говоря получается что он где-то вот метров 10-15 от берега бросает это как раз правильно потому что вот как раз вот основная глубина проходит или если с его берега смотреть то где-то метров 10-15 вот на нее больше всего поклевок потому что как раз в правильную точку попадает я думаю сам конечно не понимая как что и почему но именно вот этот удочка потому что я смотрю я понимаю что откуда он ловит именно клюет с правильной точки вот и все вот такой вот резюме по сегодняшней рыбалочке поклевки он продолжает что здесь можно сказать друзья мои сиди наслаждайся кайфуй а кстати забыл сказать клещи братца мои репеллентами пользуемся смотрим под ноги мы сейчас травы кстати нету что очень хорошо поэтому но при пелентиком я все равно побрызгался берегите себя свое здоровье и лёху в общем ловим друзья мои наслаждаемся друзья надеюсь это не забагренная рыба а все-таки приплыл кракен но по крайней мере точно что-то прям тяжелое но в принципе когда забагренная рыбала тоже кажется как каракен но это вот вроде вроде что-то похожее не говоришь опять забагрался обламинга болен да как так-то я как втопил вы ведь какие крючки просто если не клюнул то забагрался стопудово к вообще да 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 браконьерские крючки прям выгуливаем леща и омаё а как это доставать ой 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 а я проловил я четыре часа честно говоря рыба клюет а рыба стоит стеной но как вы видите улов огромной в общем я вам все рассказал придерживайтесь элементарных правил на рыбалке и вас ждут такие же уловы тоже удовольствие что я сегодня получил я не вижу 18 да ладно а так 19 19 и на это грустной ноте я с вами прощаюсь до новых встреч и пошел плакать оба вся вся выпускается будет надеяться вся живая и и Продолжение следует...